Всем привет, друзья, добро пожаловать в виртуальную реальность. Сегодня ПВЕ-профи в одиночку с новым АК-12. Решил вступить в ряды Warface и создать аккаунт? Регистрируйся по ссылке в описании. Забирай сет боевого снаряжения на неделю на все классы. Забирай пулемёт М60Е4, лучший варбаксовый пулемёт для ПВЕ и спецопераций на 7 дней. Кроме этого, за привязку мобильного номера к аккаунту Warface ты получаешь ещё и VIP-ускоритель. Минимум затрат, максимум комфорта в игре при старте. Ссылки в описании. Отправляю сегодня фавелы, а нас же Бразилия пока ещё не убрали. Эти ПВЕ-миссии, как это произошло с балканскими миссиями. Поэтому, соблюдая традиции, как говорится, канала, буду в ближайшее время... Ауч! Спойлерно так же. В ближайшее время будет больше ПВЕ. Снова возвращаемся к истокам. И дай бог, что ПВЕ-шки будут... Будут. Вот, точка. Потому что ПВЕ-миссий новых нет, только спецоперации время от времени у нас появляются. Но... Михаил Хеймзон... В лице, можно сказать, главного теперь разработчика. Обещал нам новые ПВЕ-шки, поэтому... Чём чёрт не шутит. Ну, а пока будем довольствоваться старыми. Я немножко побаиваюсь, там щитоносец должен вылезти. Вот он. Вот он. Но? Ай, молодец. Всё, единственное, за что я теперь переживаю, это пулемётчик наверху там сидящий. Сложновато его оттуда выковырять, но ничего, мы... Что-нибудь придумаем. План Б. Всё, здорово. Сработано на 5 с плюсом. ПВЕ-профи-миссии в одиночку стали... Снайпер убит! Проходиться ни для кого не секрет. Гораздо сейчас проще, ввиду того, что есть... Отменное просто ПВЕ-снаряжение. Постоянно есть возможность поправить здоровье и броню. Ну и, конечно, гвоздь прохождения, это... АК-12, долгожданный. Давным-давно его просили. Давным-давно его хотели, чтобы он появился в игре. Так, тут меня никто, никакой сюрприз. Обычно на крыше там всё слышу сзади, оказывается. Или в воде. А, о, вот он. Вот гад. АК-12, к сожалению, пока не получил я его на склад. Но я думаю, что это вопрос всего лишь времени. И рано или поздно я его всё-таки получу. Потому что оружие оправдало полностью все ожидания. Часто, конечно, спрашивали на трансляциях. Я уже не раз отвечал на этот вопрос. АК-12 мне лично очень понравился. Единственный... Не то чтобы минус, а небольшой недочёт, я бы так сказал. Это его темп стрельбы в 600 единиц. Так, наверное, мне... Вот таким образом лучше. Как раз Джага пока перезаряжается. Ауч. Ну всё, теперь-то разберёмся с Джагой, я думаю. Самые опасные здесь местные... Тяжёлые пехотинцы. Разобраны. Так, он тут... Не один. Но это, в принципе, не проблема. Да ещё и Джага здорово так... Сейчас мы его попробуем с Ундой спровоцировать. И как только уйдёт на перезарядку, спокойно... О, да, отлично. Короче, только варёные яйца. Если там же останется, вообще сказка будет. Джага вообще не проблема. О, здорово. АК-12 пока я не получил себе на склад. Пробовал я его выкрутить с коробок удачи, но... Но, как известно всем, коробки удачи... Не особо сейчас щедро раздаёт. АК-12 много людей... Выкручивали и безуспешно, к сожалению. Ну а... Про золотую версию я... Молчу. Если мне дьявольски круто повезёт, то... Может быть и получится выкрутить ещё и золотой калаш, но... Я буду вполне доволен и рад хотя бы обычной версии. Давай, выглядывай. Молодец. Так, здесь два щитоносца. Если мне память не изменяет, должны быть один готов. И где-то там за углом ещё один в переулке. Вот они. А, это тяжёлый. Это тяжёлый и... Штурмовик обычный. Солдат, типа, или как его там фамилия? Да, штурмовик. О, здорово. Дратути. Так, щит, где щит? Ау, а нет, это тяж. Вот он. Всё. Оторвался. Ну ещё бы, куда ему? Я же в Атласе. Ботинки Атлас. Как не взорвался-то, чё за? О, да ладно. Глупец. Наивный. Потратил я, конечно, немного. Я потратил всего 700 примерно кредитов на выкручивание. Выкручивал я на одном из стримов. В начале стрима прям просто коробки покрутил. Ну, по большому счёту, я и не рассчитывал ни на что. Потому что 700 кредитов это дьявольски мало. В помощь будет Армагеддон, потому что денег я больше не вкладываю в игру, за исключением покупки каких-то дополнений, типа Армагеддон или Синдикат. Это я буду приобретать, потому что с них выхлоп неплохой такой. Всё, что мне нужно от Армагеддона, я уже говорил на трансляциях, но повторюсь ещё раз. Это Ричармс. Я хочу получить Деймос. Либо, если посчастливится, его в ходе выполнения заданий из ящиков выкрутить. Либо, если не получится, то те плюшки и пушки, которые будут выпадать навсегда с Армагеддона, я их буду продавать на торговой площадке, сколько бы они там мало не стоили. Но, как говорится, копейка-рубль бережёт. И, наверное, в первую очередь я буду копить полностью деньги, пока не буду всё это сливать. В первую очередь попробую Деймос выкрутить. Идём дальше! Идём дальше! Идём дальше! Блин. Так, ну всё, больше сложностей быть не должно. Всё, да, тут уже без проблем. Если будет ЛЦУ, то он высоко, а щитоносец, который... За углом, он, в принципе, в кондейке, в этой сторожке. Примерно там. Ну-ка. Вот он. Да чтоб тебя. Ой, здорово. Ну всё, можно и домой. Ух! Е-е, половина миссии пройдена. Миссии пройдена. В общем, от Армагеддона мне нужен Эй-Чармс и АК-12. Всё, что я буду зарабатывать на Армагеддоне, я буду копить в конце Армагеддона. Я буду либо покупать на торговой площадке Эй-Чармс, либо, если посчастливится его выкрутить, то все кредиты солью на коробке удачи. А единственное препятствие и проблема, которая может возникнуть, это дурная тенденция, которая сейчас в моде. То оружие, те коробки удачи с оружием, которые добавляются в игру, даже если это новинка какая-то, то она добавляется всего на несколько дней. И велика вероятность того, что я просто-напросто не успею нафармить кредитов. Ну, точнее, к моменту, когда я нафармлю энное количество кредитов, я не смогу их потратить просто-напросто, потому что коробки не будет в игре. Так, сейчас тяжи бы не слили меня. Всё, готов. Отлично. Просто отлично. Ну, единственное, чтобы здесь пройти без смертей, без проблем. Не тратить знаки. Главное, не торопиться. Сейчас будем мало-помалу продвигаться. И обязательно пройдём. Главное, чтобы Джага здесь в коридоре. Нет, его уже не будет. Джаггерноут будет, скорее всего, либо дальше на парковке, либо будет в самом конце. Ауч. Зараза. В общем, как-то так с Армагеддоном. Поэтому на вопрос, который, скорее всего, возникнет, как там продвигаются дела с Армагеддоном, выполняешь недельные задания. Нет, господа и дамы. Я на Армагеддон пока забил. Буду ждать, пока откроются все недели. И буду выполнять задания после того, как они полностью все откроются, будут доступны к выполнению, как я это делал, допустим, с синдикатовцем. Опыт, благо, есть. Я думаю, времени мне хватит выполнить. Тем более, что пару недель я уже выполнил. Если будут какие-то тяжёлые задания. Не то, что тяжёлые, а трудновыполнимые. Типа, там, на Королевской битве что-то выполнить. Пока будет ажиотаж на Королевской, я буду их выполнять. Оу. Офигеть, блин, мне повезло, по-моему, что он промахнулся. Ближе, наверное, к завершению самого Армагеддона, самого события. По итогу будем всё продавать. То, что накопится с коробок, с ящиков этих. То есть, планы, можно сказать, долгосрочные. И надеюсь, что план этот сработает, и мне получится за счёт Армагеддона получить желаемое. То есть, АК-12 на склад и Ай-Чармс. С Ай-Чармс я, наверное, ещё один выпуск сделаю прохождение ПВЕ-профимиссии в одиночку за штурма с Ай-Чармсом. Где я подробнее уже поговорю. Расскажу о том, насколько интересен и почему интересен именно Ай-Чармс. Блин, здесь Джаггернаута. Тоже нет. Похоже, что Джагу мне придётся... ...на футбольном поле в конце разматывать. Блин, неудобно, неудобно. Здесь было бы попроще. Здесь укрытие море. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Не в первый раз. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Снижение, активно слышали. А по поводу... По поводу вопроса такого типа АК-12 или АК-Альфа, или Беретта, что лучше... Я думаю, что это тема для отдельного разговора, для отдельного видео, я бы даже так сказал. Наверное, это видео выпущу на следующей неделе, если будет возможность. Ну, у меня дело в том, что нет больше на складе, и нет возможности использовать больше АК-12. Я его перевёл по бонусной программе на 12 часов. А с 700 кредитов, которые я потратил на коробки удачи, он выпал мне всего на 6 часов. Так что... Либо будем использовать материал, который... Доступен на трансляции, где я играл с АК-12. Ну, типа вырезки какие-нибудь сделаем. Либо просто... Либо просто до лучших более времён оставим, когда будет возможность крутнуть несколько коробок с АК-12. Было бы здорово, если бы ещё и за короны добавили. Коробка удачи с АК-12. Ну, вряд ли это будет. Потому что... Ну, ценный товар, реально. Его долго ждали. Калаш получился отменный, как по мне. К нему... Самую малость необходимо привыкнуть. И всё, с него джебошить можно. Просто невероятные вещи. У него... Пусть не самый высокий темп стрельбы, стандартный в 600 единиц. Но у него... Потрясающий урон. Хорошая дальность. Отменные модули. Правда, выбор модулей не особо большой, если честно. Только один-два набора там можно выбрать какие-то для себя. Ну, типа с глушителем, без глушителя. И вся любовь. Ну вот, джаггернаут. Всё, провоцирую ботов. Погготовлю почву для... Борьбы с джаггернаутом. И всё. Вторую часть карты я специально прохожу с глушителем, чтобы... Ну, как бы продемонстрировать... Что... Может, глушитель. Насколько он не ограничивает, можно сказать... Почти возможности этого калаша. Отшот в голову добротный. Даже с глушителем. Да, у него глушак уникальный. Но он, тем не менее, режет всё же. Режет всё-таки немножко урон. Но вполне играбельно, вполне юзабельно. Тем более у нас был... Было задание в одной из недель Армагеддона... С глушителя в голову там настрелять. И с удовольствием я стрелял. Шоты были стабильные в голову. Всё было просто в ажуре. Чем не может, кстати говоря, похвастаться ни Ака Альфа, ни Беретта. Ну всё, пламя-гаситель в бой. Я чуть не перепрыгнул. Блин, там ещё... Засранец кого-то остался. Ща выкурим. Осторожно, граната! Вот так вот. Зашибись. Поиграл на ПВП, поиграл на ПВЕ с калашом. Калаш офигенский. Пушка просто бомба. Блин, вот правда. Я... Сделаю всё возможное, чтобы получить себе его на склад. Автомат добротный, годный. Всё, половины джаги нет. Можно, конечно, рискнуть пойти покрутить его. Но надо немножко подхилиться. Ща попробуем. А то это слишком долго будет. Я по чуть-чуть совсем сношу ему. Всё, можно. Ладно, раскрутить придётся. Да. Ладно, ботинки Атлас, помощь. Выносливость долгая. Длительность рывка долгая. Скорость рывка быстрая. Не, нормально, он даже не коцает. В принципе, если на шифте... А, вот всё, он остановился. Ну, всё, изи. На шифте джагу можно до сих пор крутить. Также и грома можно на шифте крутить. Главное, не попасть в момент, когда... Тебя могут навалять за счёт того, что у тебя выносливость просто-напросто кончится. Ну вот, и всё, пройдена ПВЕ-профи-миссия в одиночку, блин. Чё-то как-то быстро всё произошло, почти 17 минут. Ну, Калаш-12, я вам скажу, это бомба. Это та пушка, которую я давно ждал. Я вообще любитель оружия серии Калашникова. И АК-12, я думаю, это достойнейший экземпляр на складе штурмовика. Тем более, что за штурма я любитель поиграть. Вот такой вот он АК-12. На этом у меня всё. Пройдена миссия. АК-12 бомба. Всем спасибо за просмотр. Если кто будет крутить АК-12, чтобы он вам выпал на изи, и чтобы вы мне потом не попадались на РМ вместе с этим Калашом. Против меня, по крайней мере. Всё, господа, спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Всем удачи, до следующих видосов и трансляций. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин